19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи стал на неделю эпицентром самой яркой, творческой и активной жизни для молодых людей со всего мира. Почти 25 тысяч человек из 180 стран мира. В день открытия форума к его участникам обратился президент России Владимир Путин. Выступая перед делегатами, он выразил уверенность, что молодость, смелость и свежий взгляд смогут изменить мир к лучшему. За всё время работы форума, наряду с выставочными экспозициями регионов, работала экспозиция нашей республики. Там проходимость в день варьировалась от тысячи человек и выше. Был выставочный стенд, была презентация, был раздаточный материал, буклеты, журналы. В день открытия смотрел экспозицию региона глава республики Рашид Темрезов. По его мнению, ребята удачно выбрали концепцию, сделав акцент на туризме, молодёжных инициативах и этнографической составляющей, что всегда привлекает жителей других субъектов и стран. Я могу сказать, что их удивило такое большое количество красивых мест в Карачао-Черкесской республике, обилие гор, о том, что Эльберс находится на границе нашей республики и Кабаридно-Балкарской республики, о том, что они все удивлялись, когда слышали про воду Архиз, о том, что этот посёлок находится у нас, о наших горнолыжных курортах, вот я могу сказать, жители Российской Федерации, а также большинство гостей на суху был курорт Архиз, курорт Дамбай. Также глава региона совместно с полномочным представителем президента Российской Федерации в СКФО Олегом Беловинцевым принял участие в торжественной церемонии закрытия форума. «Уверен, эти дни ребята запомнят на всю жизнь, а для многих они станут определяющими в выборе дела, которым они будут заниматься. Все они очень талантливые, перспективные, полные идеи и планов молодые люди. Верить в себя, в свой талант и вместе стремиться к победам, считая, что в этом и есть главный смысл фестиваля, который стал прекрасным праздником и содержательной образовательной площадкой», написал в своём аккаунте в сети Инстаграм Рашид Тимрезов. 20 волонтёров и 45 участников с Карачао-Черкесии. Все эти дни для ребят работали лучшие спикеры со всего мира. «По сути, фестиваль стал уникальной площадкой, где молодые люди, только реализующие себя, могли перенять опыт, послушать истории успеха самых видных деятелей планеты». По насыщенности мероприятиями этот форум не сравнить с другими, делятся участники. А самыми популярными площадками на фестивале стали образовательные дискуссионы, которых было более 800. «Больше всего меня, наверное, как специалиста по международным отношениям впечатлило выступление Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации, который отвечал на самые острые и на самые актуальные вопросы ребят. Также, естественно, выступление самого знаменитого популярного оратора на настоящий момент планеты Ника Вуйчича». Благодаря форуму в Сочи о красивейшем уголке страны Карачаева-Черкесии и её культурной, этнической и природной уникальности узнали тысячи человек. «Иностранные студенты, иностранные участники, они очень тепло отзывались о Карачае, о Черкесской республике, и каждый из них обещал посетить наши курорты». Такая программа – это реальная возможность иностранцам познакомиться практически со всей страной, увидеть её быт и культуру. «Связи, друзья теперь у нас по всему миру, в любой точке земного порога Шария мы имеем контакты, мы имеем друзей. Я надеюсь о том, что мы посетим их города, их страны, и они с лёгкостью приедут к нам в гости, в нашу маленькую Карачаево-Черкесию, и тем самым мы наладим и международное сотрудничество, и такое лёгкое, доброе гостеприимство». Главный итог фестиваля – положительные отзывы его участников. Ребята разъезжались с огромным зарядом оптимизма и энергии. Окончание фестиваля – не повод прекращать работу над общими проектами и идеями, которые были представлены. «Мне больше всего удивило то, что все те ребята, которые принимали участие на фестивале, они были чисты душой, у них были добрые желания, добрые намерения. Это самые светкие и самые добрые ребята, за которыми стоит будущее». Ислам Джукаев, Татевик Джилавян, Далиль Мирзара, Дамир Князев и Амина Кепкеева, Архиз24.